Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Снежана Журавлева. Главное не утонуть. В городе остался один рабочий снежный полигон. Не платят налоги, но спят спокойно. Сургутяне должны бюджету 650 миллионов рублей. К свадьбе серьезный подход. Сургутяне получили возможность бронировать дату регистрации за полгода. Полмиллиарда рублей потратят в этом году на ремонт сургутских дорог. По данным Департамента городского хозяйства в 2017-м приведут в порядок сразу несколько магистралей местного значения. Среди прочего Грибоедовская развязка, улица Островского в границах от Ленина до профсоюзов, часть улицы Декабристов. Кроме того, планируется устранение колейности на 50 участках. На эти цели выделено 150 миллионов рублей. А вот капитального ремонта в предстоящей компании не будет. Добавлю, что уже сегодня в Департаменте городского хозяйства идет подготовка конкурсной документации. Все аукционы планируют провести уже весной. До начала ремонтной кампании мы уже будем понимать, то есть такого, как было раньше, что у нас там конкурсы и аукционы проходили в июне, в июле. Я думаю, ну этого не будет работать вообще иначе, никаких конкурсов и аукционов там в летний период. Если только не будет каких-то там супер-пупер средств, которые необходимо будет освоить, мы опять же будем смотреть, будем ли мы успевать, потому что да, предлагают нам, извините, нам в сентябре предлагают деньги взять на ремонт, а потом смешить Россию на ютубе. Не соответствует природоохранным нормам. В Сургуте закрыли снежный полигон на Заячьем острове. Такое решение приняла профильная прокуратура еще в начале зимы. По данным ведомства, объект нес серьезную угрозу для окружающей среды. В талом снеге, который привозили со всего города, природоохранная прокуратура обнаружила производные цинка, меди, хрома и марганца. Кроме этого, в снежных массах оказались и твердые бытовые отходы, нефтепродукты и даже трупы животных. Каждую весну все это попадало и в грунтовые воды, и в реку Обь. С целью обеспечения экологической безопасности жителей города Сургута, мы вынуждены были обратиться в суд с требованием о запрете эксплуатации данного объекта. Ранее мы вносили представление об устранении нарушения закона, мер должных принято не было, поэтому выбрали именно такой способ защиты нарушенных прав. Таким образом, сегодня в Сургуте остался лишь один снежный полигон, способный удовлетворить потребность города в складировании зимних осадков. Расположен он по дороге в аэропорт. Об этом в интервью нашей съемочной группе рассказал директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин. Отвечает ли эта площадка всем требованиям экологической безопасности, будет известно уже в первом полугодии 2017-го. Объект проверят на соответствии нормам. Впрочем, по словам чиновников, сегодня на полигоне в районе улицы Аэрофлотской есть инвестор, и он должен провести все необходимые работы по должному оборудованию площадки. Есть над чем работать, но я надеюсь, что сейчас они же в принципе заработают на складировании снега в эту зиму. Надеюсь, деньги потратят уже на конкретно устройство, либо на сочистными сооружениями. В Сургуте состоялось первое в этом году заседание общественного совета по вопросам ЖКХ при главе города. На встречу утвердили план работы на текущий период, выбрали секретаря и заместителя председателя. Эксперты затронули и тематику благоустройства городских территорий. Обсуждение было бурным, однако общего вывода специалисты не сформулировали. Главы Сургута на встрече не было, на вопросы населения отвечал директор профильного департамента. Первый Константин Юрьевич, упрек, вы не объяснили, почему в эти 11 уже ваших нанесенных дворов, почему именно эти 11, где эта уже программа обсуждалась, она же не просто возникла с голого листа, что она была согласована с управляющими компаниями, что были даны заявки, что есть очередность, что есть бальность и так далее, подобное. Потому что многие этого процедуры не знают, не знают, и возникают вопросы, почему мой двор не попал, почему то, почему это. Это заявки, которые были поданы в прошлом году, а заявок в прошлом году было порядка 70, да, а мы отремонтировали, я сейчас там цифру не помню, напомните, сколько дворов? 29 отремонтировано. Вот, соответственно, 7 заявок поступило, 29 было отремонтировано. Соответственно, мы взяли те заявки, которые не попали в ранжирование и двинули их вперед. Нам же лучше не стало, правильно, за год. Поэтому мы их двинули, потому что помимо средств, которые есть в городе, вот мы 40 миллионов говорим, мы хотели отделаться только деньгами, сказать, у нас 40 миллионов есть, потом проработаем. Нет, дайте нам территории еще плюсом. Мы поставили территории, которые были, потому что физически мы бы эту работу не сделали бы, не собрали до заявки, новое ранжирование бы нет, ну как бы не отредактировали. В любом случае корректироваться это будет. Общественники Югры оценили отчет главы региона Натальи Комаровой о работе правительства. В целом эксперты сошлись во мнении, что устойчивое положение нашего округа в области экономики и социальной политики подкреплено цифрами и фактами, приведенными в документе. В то же время отчет губернатора Югры является дорожной картой по развитию автономии для окружного правительства, депутатского корпуса, органов местного самоуправления. В докладе четко обозначены отдельные направления, по которым нужно усилить работу в 2017 году. Это касается развития промышленности на территории Югры, сохранения темпов жилищного строительства и соответствующего уровня оказания социальной поддержки. Отчет Натальи Владимировны звучал как за 2016 год. Она в своем докладе опиралась на данные за последние пять лет. И вот по сравнению с пятилетними данными, 2016 год выглядит намного лучше по показателям экономическим, социальным. Она обратила внимание на то, что валовый региональный продукт за последние пять лет оказался самый высокий и составил 3 триллиона 87,6 миллиардов рублей. Это самый высокий показатель за все годы развития Ханты-Массийского автономного округа Югры. Говоря о социальной политике округа в 2016 году, председатель окружной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Кумирова особое внимание обратила на улучшение жилищных условий югорчан, развитие строительства, ликвидацию ветких и аварийных домов. Кроме того, она отметила, что Общественный совет при Департаменте социального развития Югры оказал материальную помощь жителям округа на общую сумму более 34 миллионов рублей. Бюджет округа направлен на социальную политику. 64% используется для этого. Наша цель и задача – это стремиться помогать людям укреплять материальное положение, привлекать их к общественной работе, проводить для них культурно-массовые мероприятия и, конечно, патриотическое воспитание подрастающего нашего поколения. Долг платежом красен. Только за январь сургутяне выплатили 57 миллионов рублей имущественных налогов. Это частично снизило общую задолженность горожан. По сравнению с началом года этот показатель упал на 8%. Тем не менее, наш город продолжает лидировать среди муниципалитетов Югры по долгам перед государством. Общая сумма недоимки на сегодня превышает 650 миллионов рублей. Львиная доля по традиции остается за владельцами транспорта. Водители должны полмиллиарда рублей. Наша цель – это активизация работы по ограничению выезда за пределы Российской Федерации должников, физических лиц. Затем также мы активизируем работу в направлении проведения совместных рейдов с Федеральной службой судебных приставов по адресам регистрации должников и будем приглашать активно налогоплательщиков на комиссии по урегулированию задолженности с приглашением представителей прокуратуры и также Федеральной службы судебных приставов. До 2 мая сургутяне должны отчитаться о доходах за 2016 год. С января стартовала декларационная кампания. Известить налоговую службу обязаны предприниматели, нотариусы, адвокаты. Также публикации подлежит прибыль с аренды или продажи недвижимости, а также с выигрыша в лотерею. Отмечу, что россияне с этого года получили от инспекции настоящий подарок. Теперь не надо платить налог с продажи недвижимости или земли, если она была в собственности меньше 5 лет. Правда, новое правило действует только на те объекты, которые были куплены после января 2016 года. В любом случае отсутствие выплат не снимает обязанности декларировать доходы. В противном случае полагается штраф. Сдать можно несколькими способами. Либо лично обратившись в инспекцию, отправив по почте, либо через личный кабинет налогоплательщика, а также через госуслуги. В личном кабинете налогоплательщика достаточно удобная программа для заполнения, благодаря которым вы можете это сделать. Вам лично уже приходить в инспекцию нет необходимости, она автоматически будет отправлена в инспекцию. Удобно, легко и без лишних переживаний. С 10 февраля пары, решившие официально скрепить свои отношения летом, могут подать заявление в ЗАГС в любое время. Ранее забронировать дату росписи можно было максимум за два месяца. Увеличение срока подачи документов до полугода позволит будущим молодоженам выбрать удобные даты и время для свадьбы и спокойно готовиться к торжественному мероприятию. Но такая возможность будет доступна только на портале госуслуг. При этом требуется наличие на электронном ресурсе личного кабинета как у жениха, так и у невесты. В порядке живой очереди заявления будут приниматься также максимум за два месяца, минимум за один месяц. Через многофункциональный центр также будут подаваться заявления максимум за два месяца. А вот через портал государственных услуг можно будет подавать заявления более чем за два месяца. Это желаемые даты регистрации. Также с нового года для пользователей интернет-услуг действует еще один бонус. При подаче заявления в электронном виде и безналичной оплате госпошлины действует скидка 30%. Таким образом, при заключении брака пара оплачивает не 350 рублей, как при личном обращении в ЗАГС, а 245. При расторжении брака размер госпошлины составит 455 рублей вместо 650. Помимо этого, сегодня на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин на получение или замену водительского удостоверения и регистрацию транспортного средства. Изменения были приняты именно в налоговый кодекс. И одним из оснований, почему были такие изменения приняты, привлечь большее количество людей, которые обращаются за получением услуг в электронном виде. Оплатив онлайн государственную пошлину, вам также не придется не обращаться ни в банковское учреждение, не стоять в очереди ни к терминалу. То есть это все удобно. Акция «День отказа от транспорта», экологический ОПНР «Чистый берег», фестиваль «Сия прекрасная». В год экологии Сургутян ожидает более 80 тематических мероприятий. Различные акции и конкурсы, выставки, проекты, конференции, семинары, квесты, театрализованные представления запланированы как для школьников, так и для взрослого населения города. Полный перечень мероприятий можно найти на сайте администрации Сургута. К слову, специалисты отмечают, что готовы рассмотреть и предложения от активных горожан. В Управлении по природопользованию экологии в 2017 году планируется проведение, вот у нас массовые, где могут принять участие взрослые граждане вместе с детьми. Это вот самые массовые мероприятия, всем уже известные. Это «Чистый город» наша акция, это общегородская акция по санитарной очистке и благоустройству города. Традиционно проходит весенний период. И завершающая акция будет у нас такая же масштабная, крупная, в этом году наиболее масштабная. Это будет единый день посадки саженцев деревьев. Это будет октябрь месяц. Одна из главных задач всех мероприятий – формирование личности, способное осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде. Специалисты считают, что особенно важно новый стиль мышления привить подрастающему поколению. Чтобы дети задумались об экологических проблемах, еще в начале учебного года более 4,5 тысяч сургутских ребят получили в подарок дневник первоклассника. Большая часть информации в нем посвящена охране природы. Также в год экологии в Сургуте организовали школьное лесничество. На самом деле, говоря о школьном лесничестве, можно предположить, что это что-то должно быть глобальное, сложное, и дети не смогут с этим справиться. На самом деле, сегодня имея социальных партнеров в лице Управления по природопользованию и экологии, Управления лесопарского хозяйства и экологической безопасности, на базе 22-й школы данные события произойдут. В Сургуте прошла игра четвертого тура дивизиона «Урал» в первой лиге чемпионата страны по волейболу. Команда «Аверс», представляющая Центр адаптивного спорта «Югры», принимала клуб «Ямальские стерхи» из Ноябрьска. Сургутяне оказали достойное сопротивление одному из фаворитов чемпионской гонки. Счет первой и третьей партий был 25-23. Но во всех игровых отрезках победителями становились представители из соседнего региона. Итог матча 3-0. Стерхи пока на первой строчке турнирной таблицы. «Аверс» замыкает шестерку. Они там просто в этой лиге набираются опыта, готовятся к чемпионату России по волейболу среди мужских команд инвалидов по слуху и готовятся к тому, чтобы быть максимально представленными на Сургуте Олимпиаде в Самсуне в Турции в июле месяце. «Ямальские стерхи» сыграли и в чемпионате «Югры». Соревнования носят статус открытых. Это значит, что принять участие в нем может клуб из любого региона. В этом году турнир проходит по новой системе. Количество команд значительно увеличилось, поэтому коллективы разбили на три подгруппы. В каждой определят по два победителя. Они и выйдут в финал. Стерхи обыграли студентов из Сургу 3-0 и 3-1. Дважды одолели «Аверс» Хмао со счетом 3-0. И с таким же счетом обошли «Факел». Первую партию мы достаточно уверенно выиграли. Расслабились и студенты нам как бы ушли в отрыв. Потом нам пришлось догонять, потому что немножко им не хватило. Поэтому, говорю, тоже как бы вот эти игры у нас впереди с 7 февраля будет третий тур чемпионата России в городе Надыме. Мы сейчас подготовимся к этим играм. Так что, я думаю, в плане психологии эти игры у нас показатели, что чуть расслабишься и соперник тут же может тебя обыграть и уйти вперед. К этой минуте все. Мы всегда в центре событий. Оставайтесь с нами. До встречи. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный изумруд, сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд», улица Энтузиастов, 6. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Доктор Лаптев. Новые формулы, стройные фигуры. Новые магнитные энергоинформационные карты. Программы 2017 года. Калории не считаем. Подробно на сайте Доктор Лаптев. 18 февраля. Телефон 8909-920-2727. Компания «Сипромстрой» открывает бронирование квартир в новых домах за ТРЦ «Аура». Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Один из крупнейших заводов региона по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения, кладочную сетку и металлоконструкции любой сложности. Вся продукция сертифицирована. «Макрострой» поможет существенно сэкономить время и деньги при строительстве объектов. Гарантия на всю продукцию до 50 лет. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. Здравствуйте! Информация о погоде на 9 февраля. В студии Алина Белявская. В большей части югры сказывается область повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и аномально-морозной погоды. При температурном режиме на 12-17 градусов ниже климатической нормы. Сегодня днем в Сургуте-окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха минус 31, минус 36. Пусть праздник будет с вами всегда! Большой выбор подарков тульские и персидские самовары, дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты ждут вас в магазине «Домашний погребок». В магазине «Домашний погребок» скидка 30% на шайки, запариватели, черпаки на водопад дубовый для бани. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Повелитель дикого бездорожья, горный внедорожник для крутых виражей и реальных парней. Заведи монстра по суперцене уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам отличного настроения и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова